Часть четвертая. Глава первая. Вот сказание наших праотцов о том, как Бог Ярила возлюбил мать сыру землю, и как она породила всех земнородных. Лежала мать сыра земля во мраке и стуше. Мертва была ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движения. И сказал вечно юный, вечно радостный, светлый Яр, взглянем сквозь тьму кромешную на мать сыру землю. Хорошаль, пригожаль она, придется ли по мысли нам? И пламень взора светлого яра в одно мановенье пронизал неизмеримые слои мрака, что лежали над спавшей землею. И где Ярилен взор прорезал тьму, там овосияло солнце красное. И полились через солнце жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать сыра земля ото сна пробуждалась. И в юной красе, как невеста на брачном ложе, раскинулась. Жадно пила она золотые лучи живоносного света. И от того света палящая жизнь и томящая нега разлились по недрам ее. Несутся в солнечных лучах сладкие речи бога любви, вечно юного бога Ярилы. Ох ты, Гой, Еси, мать сыра земля, полюби меня, бога светлого, за любовь за твою. Я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муровой, цветами алыми лазоревыми. Народишь от меня, милых детушек, число несметное. Любой земле Ярилины речи возлюбила она бога светлого. И от жарких его поцелуев разукрасилась. Злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерами. Пила на жаркие поцелуи Ярилины. И из недр ее вылетали поднебесные птицы. Из вертепов выбегали лесные полевые звери. В реках и морях заплавали рыбы. В воздухе затолкались мелкие мушки-домошки. И все жило, все любило, и все пело хвалебные песни отцу Яриле, матери сырой земле. И вновь из красного солнца любовные речи Ярилы несутся. Ох ты, гой еси, мать сыра земля, Разукрасил я тебя красотою. Народила ты милых детушек Число несметное. Полюби меня пуще прежнего, Породишь от меня детище любимое. Любы были те речи Матери сырой земле. Жадно пила она живоносные лучи И породила человека. И когда вышел он из недр земных, Ударил его Ярила по голове Золотой вожжой, ярой молнией.